Девушки отдыхают Девушки отдыхают Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Девушки отдыхают 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 Я думаю, ты будешь здесь их выпускать, чтобы регулировать, кому что одеть, переодеться и прямо когда выпускать, потому что оттуда ты мне будешь вот тут помогать. Я их посчитала, даже список записала, а они все, я книжечка всем в одиночку подошла, я себе сегодня спрашивала, ну что-то здесь, иди домой, ну у них там дома кто-то с роднёй встретится. Значит у нас так, два пастука, огнюша будет у нас, огня, волк, волк, огня, эту я сотру, второй волк будет, Лера просила, чтобы она, где у нас калерия, калерия хотела тоже быть волк-волк, тогда просим и убираем, калерия. И третий волк, или Енафа, или Ефросиня, я спрошу, кто у них хочет быть ангелом, тогда один будет ангел, второй волк-волк. Дальше Мария у нас Леонида, Иосиф у нас, это надо будет кого-то из братьев, там без словес просто выйти и всё. Володя снимает, я тоже про Володю подумала. Может, на Тихоныче в роль? Пойдёте в наш концерт, Иосиф, Иосиф вам будете как раз, он был старец такой. Я хотела, если что, я подойду к этому Николаю. Нет, нет, подожди, а, Игнатий Тихонович, нет? Нет, артистом не буду, только документальные фильмы. Лицедейство, говорит, грехи нет. Это почти документальные, Игнатий Тихонович. Я в четырёх фильмах участвовал, документальных, и все заняли первое место в международном конкурсе и здесь. Ну, там бы роль свою играли, самого себя. Ну, подумаем, кого-нибудь из братьев здесь, Сергей снимет пупку. Я сейчас ищу, кто бы мою роль сыграл по моему стихотворению. Пример себе своим воображением одно стихотворение, озвучить и показать. Как за мной гоняются, как преследуют. Так, слова я раздам. В словах в песне будут все песни. Вот я все, какие есть, одинаковые распечатала. Звезду поёт у нас Ливия, вы остальные её не учите. По любви Творца Вселенной поют все. Песенку Волхвов поют Волхвы. И Бога Иегова поём все. Тарас, помнишь, да? Тарас, такой момент, смотри, когда ты играешь Ивана, и вот эта песенка будет у тебя, когда они ему поют, что Бог, кто это Бог, ты там вопрос задаешь, я сценарий тебе расскажу, сейчас не будем на это. Когда поётся Бог Иегова, ты будешь спрашивать между этими фразами. Вот здесь вот, перед обезьяной, ты скажешь, а говорят, что человек произошёл от обезьяны. То есть вот здесь будет вот эта вставка, третья. Потом, а говорят, все животные произошли от амёбы. Это вторая фраза. В общем, перед каждым куплетом, второй куплет, перед ним, то есть вторая вот эта фраза. И первая вот здесь. Первая. То есть поётся припев у нас, потом перед первым куплетом ты говоришь, а говорят, всё создалось само собой. Там как раз проигрыш для этого, хороший такой вот. И ты говоришь громко, а говорят, всё создалось само собой. И все начинаем петь. Шарик земной наш не падает, тоже подвесил его. И тебе в руки глобус я принесу. Или маленький, или побольше у нас есть. И ты так будешь смотреть на него, что как это так он висит и не падает, да? И так далее. Так. Что ещё? Слова раздам, на следующий раз уже репетируем. Иван, приедешь домой, ты когда приезжаешь в пятницу или в субботу, возьми, не потеряйте, я вам один на всю семью, да? Единственное, что там... Пастухи у меня только вот в одном варианте. Так, сцена с пастухами. Мне придётся этот вариант вот вам отдать, потому что вы пастухи с Нестором. Вот этот раздам. А вот эти без пастухов я вам отдам. И этим политиками. Всё. Песню вот в этом сценарии все те, которые мы с вами уже пели. Бог и Гоа. Вы уже даже без репетиции споете, но всё равно прорепетируем, чтобы Тарас ставил свои фразы. По любви Творца Вселенной тоже все помните эту песню? По любви Творца Вселенной Надо минус мне найти. Мы её прорепетируем. Ливи, я мелодию, оригинал и минусовку, чтобы она вспомнила. Там я в этот раз мучилась. Она, знаешь, сказала, если я не смогу вытянуть, то я не буду петь. Она хорошо спела в тот раз. Она правильно спела. Да, она там что-то маленькое у меня получилось. Кто знает, я только окину в риту, как в оригинале поётся. Попробуй. Я вообще, что попало, пела. Потому что вот у неё слух, она прям с первого раза пошла. А я всё не могла понять, в какой момент надо начинать петь. Она молодец. Поэтому у неё хорошо получилось. Правда. И поэтому я в этот раз знаю, что никто другой вот это не возьмёт. Это сложно ей. А, ну, наряд, что-то такое светлое, может быть, какой-нибудь блёсочки какие-нибудь, там вот это, мишура или ещё что-нибудь. Песенку волхвов. Волхвы у нас, значит, Агния, Лера и кто-то из роботов поётся без музыки. Вы её слышали, мы её часто в сценарий вставляли. Мы волхвы из разных стран. Мы собрали караван. Если мы тут поместимся, мы достанем ещё верблюдов. Если нет, то без них. Потому что верблюдам тогда, когда Ольга сделала голову, и надо вон оттуда выходить, чтобы верблюдов было видно. А если они отсюда выходят, палки видно, не получается, их надо вот так разворачивать. Да, и поэтому неудобно. Это вот именно у нас. Видите, сцены нету, поэтому нам не развернуться. А то мы тут забабахали. Двое выйдут, и третьему уже выходить некуда. Всё, не забудьте, чтобы я не забыла, прям подойдите ко мне, чтобы я вам дала все эти слова. Так, а у нас... А так, друг вот здесь. Слышишь, Нестор? Потому что Ваня-то уедет, он слова не возьмёт. Я, чтобы вам, вам отдам. И Фроси там покажете дома. Я потом на неделе у неё спрошу, кем она будет. Ваня, ты помнишь, что в прошлый раз не был, когда мы сценарий прочитали? Ты помнишь смысл, да, этого всего там? Тридцать первого. В основном слова автора. Ты там скажешь, ну покорми мужа. А она тебе, ну съешь что-нибудь, не отвлекай уже. Да, и там даст тебе там доширак или что-нибудь принесём. Ролл там, да, там. И баночку там. Кукурузы. Слушай, кукурузы. Ну то есть такую сценировку. Не трогай, да, это на Новый год всё уже. Сейчас все закупаются. Столько коллапс транспортный на дорогах уже вчера был из-за этого. И заканчивается у нас всё сцена. Последним вот мы её не разобрали с вами, что пришли они как бы в пещеру, да, там Мария читает стихотворение. Был долг, путь, мы так устали. Это Леонида будет читать. И когда всё прочитали, выходит один пастух. Это будет Нестор. Он скажет, «Как овечек пастух, свою душу паси, говори о Христе, говори, не молчи. Один волк выйдет, подумаем, кто из волхвов. Все не поместятся, по одному будут выходить. Ты премудрость волков сможешь приобрести. Говори о Христе, говори, не молчи. Один из ангелов выйдет. Ангелам, кстати, наряды не делайте. Ангел у нас будет кто-то из Ифросини, там, или это, а остальные выйдут. Там же много ангелов вышло, и будет песнь по любви Творца Вселенной. Мы, я принесу такие белые, как накидушечки, и оденеть все, кто не занят будет в этой сцене, и вот здесь вот они вот выстроятся, и будут петь, петь все эту песню будут. Хоть из коридора, хоть отовсюду, понятно? Вот, и в белых одеждах, может быть, гликерия будет, вот, на Машу можем одеть. Все беленькие ангелочки. Варя выйдет. То есть ангелы тут для массовки выйдут. Потом звезда должна будет выйти и сказать о свободе от сцены. о смерти в миру возвести. Говори о Христе, говори, не молчи. И Ваня, то есть Тарасий, говорит, теперь я тоже буду праздновать Рождество Иисуса Христа. Теперь я знаю, что сейчас 2019 год от Рождества Христова. Значит, настоящий Новый год начинается в Рождество. И скажет, в лучах его любви согрейтесь. Он жизнь нам вечную принес. И все вместе произнесут. Ликуйте, радуйтесь, надеетесь, родился маленький Христос. Там еще сценарий Марины был, там должен был выйти и родители выйти. Еще, ну, я уже поняла, уже вот это вот, мы уже все, не помещаемся. Здесь же и две девочки, Мария и Ваня, постук Волк, Волк, Ангел, Звезда. Уже все, уже в коридоре будем стоять. Тогда-то вот этот стол уже убирали, на тот стол ложили. Вот здесь была полностью сцена вот эта вот, а люди там сидели. Вот это прикольно. Тогда было место побольше, была возможность. Все. Песенка в этом сценарии на лошадке в санках, ну, скорее всего, я включу минусов, потому что нужно будет только начало. И девочки вышли и поют эту песенку. Бог и Егова по любви Творца и мы волхвы из разных стран. Вот эти четыре песни, которые внутри сценария. Прямо внук будут. Так. Где она написала? Передела ли это слова? Автор. Я ей предложила, чтобы она вышла с поля и спела. Я ей тоже говорила, хочешь? А почему нет? Ну, а как мы с детьми готовимся? Я же дома готовлюсь, выхожу и пою. Спой с Полечкой. Говорит, дома поете? Поля сказала. Поля уже вообще все слова знает. Они поют эту песню. Так что могут спеть. Я хоть так, хоть и так, но с минусовкой сложно, конечно, подобрать. Там с этими минусовками, подходящими, с тем, с огромными прорышами. Вырезать я не умею. Обрезать. Так. Как я на паузу перед самым началом пропущу, если у меня все вот эти мелодии на одной флешке и это надо будет мне тогда два проигрывателя подбрать где-то. Еще один, а там стоял на паузе. Чисто технически ничего не получается. Так. Что у нас там по времени? Еще пять минут есть? Так. Если у нас есть пять минуточек, давайте тогда споем эту букву Игова, чтобы... Слова все помните? Да. Стрядь его, да? Мне как-то сразу отдадите. Тарас, и тебе сейчас покажу твои слова. Вот, забираю. Версия. Начинаем. Самый первый куплет. Выключите. Все. О, Бог, Его, Солнце создал и луну сотворил. Все. О, Его, Словом, дожжет, миллион и слетил. Тихо, тихо, тихо. Здесь первое, игры штамм в музыке. А говорят, все создалось, само собой. Шарик земной наш не падает. Кто же подвесил его? Как же, пальма и яблоня, выросли из ничего. Все он, Бог, веково, землю создал, развернул небеса. Все он, Бог, веково, горы создал, он моря и леса. Говорят, что все животные произошли, это нобы, из мыши, в гуся, из гуся, в порося. Из мыши, прости, из мыши, из мыши в гуся, из гуся в порося. Ну, это как бы так, в шутку. Ага, потом. Так, и мы дальше отвечаем на его, как бы. И получится кошка, чтоб рыбку хватать, разве левушка научится, так же, как птица лета. Все он, Бог и ягова, птица для неба, им крылья даны. Все он, Бог и ягова, созданные мужа и славы. Последнее. А говорят, что человек произошел от обезьяны. И ты так еще. А говорят, ну, в школе там, да, или где-то, что человек произошел от обезьяны. Вроде как. Ну-ка, это что вы мне ответите? И мы дальше поем. Спорить не буду, мой мир, Горилы. Сам выбираешь отца. Хочешь быть сыном гориллы или вселенной Творца. Все он, Бог и ягова, все сотворил он на этой земле. Все он, Бог и ягова, жизнь дорога он и мне, и тебе. Я не хочу быть сыном гориллы, меня тоже Бог сотворил. Я тоже хочу пойти на день рождения Иисуса Христа, но мне, наверное, с вами нельзя, мама, говорить, что хорошо приходить на день рождения без приглашения. Это ты вот как песню запомнили, спели, закончили, и ты вот скажешь эту фразу. Нет, я не хочу быть сыном гориллы. А ни у кого нету обезьянки игрушки? Нет. Здесь была черная горилла какая-то. Да, здесь была черная горилла. Да, это уже нет. Где-то надо поискать, вдруг кто-нибудь найдет. Люша, у мамешку надо будет есть у вас любой движеночек какой-нибудь. У мамешки есть. А мне на мамешку есть. Почешь, пой, хочешь, слушай, так удивляйся, вспоминай слова. Это как бы тебе поют о сотворении мира, о Боге, а ты уже готовишь следующий вопрос, да, тебе раз уже и ответ спели. Так, вот не забудьте главное взять, потому что уже будем репетировать. Ваня тоже прочитаешь внимательно сценарий, что куда мы вот здесь вот как-то нужно будет достать часы, нету часов что ли, в которых стрелку пальцем можно могли подкачивать. Как-то здесь вот куда-то надо будет зафиксировать, где-то гвоздь. Можно я с картоном пить. А правда есть такие игрушечные такие, знаешь? Ну вот Аня сказала, у них есть, но тут, говорит, в стрелке уже... На полшестого. Тише, тише, я послушаю, поют, нет? Нет, еще читают. Так, это чьи у нас оперировано, это послушано. Сейчас мы тогда с вами, раз вы еще сценарий не знаете, мы еще прорепетировать его не можем. Вот записали стих, его нужно выписать, вашу тетрадочку, вот пока вы его выписываете, находите, читайте, вы уже его, уже частично запомнили, понятно? и выучить. Начинать, начинай тему. А тема, вот она так и называется, а я говорю вам, любите врагов ваших. Мы с вами разобрали, что даже у детей происходят ссоры, да, ссорятся ребятишки. А вот если ссорятся государства, правители, это было на всем протяжении истории человечества, то происходят войны, возникают враги, и на мелком уровне враги, и на большом уровне враги, и в семье, и родственники часто даже становятся, соседи становятся врагами, да, и говорят, ой, это мой враг, я с ним разговаривать даже не буду. А если это христианин, он что должен помнить? Вот этот стих, который вы учите. А я говорю вам, любите врагов ваших. Представляете? Как это сложно, как это трудно. Но это прямая речь Христа. Любите врагов ваших. И далее по тексту, да? И как нужно, и в долг давать, и нужно не ждать, когда вернуть, и прощать, и щеку подставлять, а вторую, если тебя ударили по одной. Это такие сложные заповеди, людям очень сложно это понять. Поэтому они, христиан считают, что какие-то ненормальные, еродивые в мире так нельзя, они этого понять не могут. А мы должны так себя вести по жизни, потому что это прямое указание Христа. А почему происходят ссоры, конфликты и войны? Скажите, почему? Вот какие могут быть причины этому? Леонида? Недопонимание может быть. Может быть, недопонимание, не так поняли, да, и уже обиделись, так? Ну, поссорились из-за того, что в одной стране больше человека, в другой меньше. Человек? Или, скорее всего, не о людях, как правило, войны происходят, а землю делят, природные богатства делят. Все время надо захватить чью-то землю, разделить, захватить, там, властвовать, богатство, города, прибыль, чтобы была, да? А самая первая вражда какая произошла еще в раю? Ой, не в раю, в начале Библии мы читаем, кто первые поссорились и даже убили. Убийство произошло. Кайна. А там какая причина была? Зависть. Так. Зависть, зависть. Вот корень в зол здесь происходит. Уже запели? Зависть. Поэтому и правители завидуют соседям, что у них больше земли, больше богатств. Все время пытаются друг другу эту границу переставлять. И на даче делят участок, землю, где забор поставить, да, в пользу того, что начинают ссориться, там чуть ли не кровную обиду иметь. Зависть. Зависть, страшное чувство. Пойдемте уже начали петь. Все. Стих этот выписать, выучить. Давайте уже крадочки. Давайте я улету, а вы идите в крам, а потом заберете, я на стол положу. Давайте крадочки. Вы идите сразу в крам. Я заходу. Вот, положите сюда. Беги, беги. Время, беги, беги. И в мае, беги. Аблик, беги. Аблик, беги. Время, беги. По грехам наших глазами, весна. Я, который с этим не грили, с ним земли, ходит земли, безисотни посреди, наборящихся его. Аблик, отстоять, восставцы, Запах удален ищет нас беззаконие наше. Як хочу шедрить эти цены, в ущербе Господь боящихся идут. Як отопад на создание наше, поминуя копейские сны человек. Их, як отрава нива, як отцепцем и так отцепит, як отоправивнивый не будет, и не познает тому месту своего. Их, як же Господь не отехай до века, на боящихся Его и правда Его, на цене цены, пронявших завет Его, и помнищих заповедей Его творития. Господь на небесе уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангелы Его, сильные крепости утворяющие Слово Его, послушайте глас, славец Его. Благословите, Господа, все ангелы Его, слуги Его творящие воли Его. Благословите, Господа, все дела Его, на всяком месте владычество Его. Слава, Свои, Сыну и Святому Духу, имени и пресны и вовеки веков, аминь. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, Господи. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава, Свои, Сыну и Святому Духу, хвали. Благослови, Душа моя, Господа, 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 животе моем, пою Богу, пою Мудо, где же есть.